Друзья, добрый вечер. Я всех приветствую в эфире YouTube-канала Курбанова Лайф. И, конечно, благодарю нашу аудиторию, которая собирается у своих экранов, которая начинает с нами неделю, которая проводит с нами вечера. Друзья, спасибо большое, что выбираете нас, доверяете нам, но и вместе с нами неравнодушно оцениваете все новости и события, которые так или иначе, конечно, касаются нашей войны и Украины в целом. Как и всегда, на старте нашего эфира буду вам напоминать о том, что вы наш зритель, основа основ, в том числе и нашего информационного сопротивления. Поверьте, что для нас особо во время войны важно не только и не столько цифры, сколько нас смотрят, сколько людей к нам присоединяются, сколько как тиражируется вся эта информация, потому что нам очень важно перебивать российскую пропаганду, перебивать то, что они несут в Европу. Ну и, конечно, людям, более широкому кругу людей рассказывать о том, что происходит в Украине и что все это означает. Поэтому помните, что ваш лайк нам как раз в этом помогает. Помните, что ваша подписка на YouTube-канал Курбанова Лайф бесценна и очень для нас важна. Ну и, конечно, всех и каждого мы будем рады видеть в нашем чате. Не забывайте комментировать, оценивать увиденное и услышанное, общаться друг с другом. Вы, конечно, не забывайте на старте про нашу любимую перекличку. Это такая маленькая возможность нам узнать, как меняется, расширяется наша аудитория. Ну и поприветствовать нашего зрителя вот так персонально и отдельно. Я, как всегда, для вас работаю из Киева. Вроцлав, ну, стоп с нами. Вот это ценно. Киевна святая. Добрый вечер. Дякую. Привет, с уважением. Казахстан. Здравствуйте. Спасибо большое, что вместе с нами. Красноярск здесь нас смотрят. Мюнхен. Добрый вечер. Здравствуйте. Рига с нами на связи. Здравствуйте. Львив на святая. Вечер добрый. Роттердам здесь заходит к нам в чат. Киева, Шнева. Дякую. Варна с нами. Одесса уже здесь. Полтава на святая. Вечер добрый. Ирландия. Родом из Донетика. Вира, может, вы туда повернетесь. Василькиф тут. Здравствуйте. Лис Петчернигов. Добрый вечер. Друзья, я хотела бы обратить внимание наших подписчиков. Мы сейчас еще раз продублируем. У нас есть очень важный сбор для военных. Мы собираем, как всегда, на нужды вооруженных сил Украины. Мы его сейчас актуализуем у нас в Телеграме Курбанова. Та, кто подписан, тот его найдет самым свежим сообщением. Кто нет, то переходите обязательно. Нашим зрителям, нашим военным, нашим прекрасным защитникам нужно помочь. Обязательно. Обратите, пожалуйста, внимание на этот сбор. Уделитесь секундочку. Буквально там, как всегда, очень быстро и удобно задонатить. 10, 20, 30, 40, 50, 60 гривен. Более того, я знаю, что есть люди, которые донатят нам на YouTube-канал, которые нам помогают через PayPal и Patreon. Сегодня нам не помогаем, сегодня нам не донатим. Донатим все на военных. Все ссылки, все счета мы оставим. Афина с нами. Добрый вечер, спасибо. Роттердам здесь нас приветствует. Вена тут с нами. Здравствуйте. Вьетнам. Ох, как далеко. Спасибо, что с нами. Вильнюс к нам присоединяется. Чернигов. Разум с нами. Дружковка. Добрый вечер. Львивщина. Вроцлав. Спасибо большое. Израиль на связи. Варшава. Крым. Добрый вечер. Друзья, и, конечно, не забывайте в целом донатить на вооруженные силы Украины. Я так напомню, кому удобнее тут воспользоваться QR-кодом. Это у нас общий сбор на вооруженные силы Украины. Не адресный, не конкретный, а общий. А у нас в Телеграме будет для конкретных наших военных. Это важно. Ну и что вам, как всегда, в понедельник у нас начинается с нашей любимой рубрики Ковенка Ньюса. Все потому, что с нами этот вечер, этот час разделяет мой коллега, наш прекрасный гость Игорь Иковенко, которому я с большим удовольствием говорю вечер добрый. Игорь, здравствуйте. Спасибо большое, что вы вместе с нами. Добрый вечер. Слава Украина. Рад вас видеть. Героям слава. Хотела сказать, что, Игорь, начнем с вами с легкого, но на самом деле ничего не это не легкое. Это очень такая болезненная тема, которая очень активно, на наше удивление, даже обсуждается в Российской Федерации. У этой темы есть свое имя. Очень маленькое, емкое, но уже именно рицательное. Называется оно как код Твикс. Код, который погиб из-за того, что проводница выкинула его фактически из поезда по дороге из Екатеринбурга в Санкт-Петербург. Есть там разные реакции. Значит, с одной стороны, это история петиции, что нужно уволить эту проводницу. С другой стороны, значит, там РЖД думает о том, как реформироваться, чтобы животных не выбрасывали и без переноски с поезда. Но я вот на что обратила внимание. Во-первых, конечно, интересно, Игорь, ваше мнение, как такое могло случиться и можем ли мы говорить о неком симптоме, симптоме равнодушия, отсутствия эмпатии российского общества. Если каждый день вы убиваете и ваших убивают, и вы не сочувствуете, не останавливаете, то что уж ожидать от кота Твикса? А вторая история – это то, что поднимают Z-пропагандисты в Телеграм-каналах, которые рассказывают о том, что они осуждают фактически такую волну внимания к коту, говорят, что такое. Каждый день умирает наш военный, и никто по ним плачет. Ярославный не устраивает. Вот тут из-за кота развели такие эмоции. В общем, о чем эта история? Ну, это история как раз об эмпатии. Все-таки свыше пяти тысяч волонтеров, свыше пяти тысяч откликнулись. Был создан Телеграм-канал для поисков этого кота, и вообще как бы люди, которые восприняли эту, ну, не человеческую, а в том числе и человеческую, потому что речь идет о переживании хозяев. Вот эту историю. Свыше пяти тысяч. И вот если вы знаете, есть еще одна реакция, которая показывает, насколько эта история этого животного, она всколыхнула российское общество. Если вы посмотрите, это просто вот такой, вы знаете, социологический индикатор железобетонный. Если вы посмотрите любое сообщение там на радио Свобода, например, или на Медузе, или еще где-то, или там на, я не знаю, на любом ресурсе, на котором есть комментарии. Если вы посмотрите, вот сообщение о Котет Виксе, там обязательно десятки, десятки комментариев. И тут же, если посмотрите на любое другое сообщение, на этом же ресурсе, на порядок меньше. То есть это как раз отклик, это эмпатия. Что касается того, почему, так сказать, вот эти Z-пропагандисты, возмущаются, как же так, так сказать, кота жалко, а, значит, там, тех, кто погибает на фронте, не жалко. Речь даже не только о том, что, в общем-то, люди, которые погибают на фронте, российские оккупанты, это люди, которые, ну, как правило, добровольно поехали убивать. Они хозяева своей судьбы, они сами туда поехали, а кот-то, в общем, не собирался умирать, его выкинули. Вот. И в этом разница. И вообще, понимаете, вот люди, которые не понимают природы, природы, вот, сочувствия к животным, им бесполезно что-то объяснять. Потому что, понимаете, вот здесь же важна история. То есть, когда, так сказать, ты видишь эту фотографию, вот эту вот физиономию кошачью, которая тебе доверчиво смотрит в глаза, и ты понимаешь, что вот этот кот, он жил в тепле, в уюте, в ласке, в доброте, и вдруг оказался на 30-ти градусный мороз выброшен, и не понимает, что с ним, за что ему такое. И вот это вызывает сочувствие. и кроме всего прочего, слушайте, это же вообще психология. Люди, которые возмущаются, как же так, вот, там наши, наши ребята, наши мальчики погибают, вам плевать. Знаете, вот отношение к животным, оно такое, значит, есть знаменитый эффект кошки в театре. Ни один самый великий артист не может выдержать конкуренции с кошкой, если она во время спектакля заходит на сцену. Сразу же привыкает к себе внимание. То есть, на самом деле, это эффект, эффект вот такого, такого, так сказать, внимания, сострадания, сочувствия, интереса и так далее. Вот. Но это важно. То есть, в российском обществе есть, есть эмпатия, но она не проявляется по отношению к вот этим вот, оккупантам. Она не проявляется. А по отношению вот к этому коту проявилась. И солидарность, и солидарность тоже проявилась. Свыше пяти тысяч. Она есть. Вот. Еще что, еще что важно. Значит, она, это, понимаете, это еще то, что за кота от Викса не сажают в тюрьму. Поэтому это можно было. Эта эмпатия есть. Солидарность есть. Просто, когда за эту эмпатию и солидарность сажают в тюрьму, то люди, естественно, не хотят. В тюрьме плохо. Это, это хорошо известно. А вот, если есть возможность, ну, вот, люди проявляют. То есть, на самом деле, все-таки, слухи о том, что вот там российское общество, оно, знаете, как в мастере Маргариты сказано было, ну, в общем, люди как люди. И милосердие стучится в их сердца. Ну, в данном случае, не только квартирный вопрос их испортил, но и война. Война, это, в общем, такая, безусловно, оскотинивание, расчеловечивание, здесь тоже присутствует. Безусловно. А так, люди как люди, в конечном итоге. Об этом тоже не стоит забывать. Хотя, в данном случае, я понимаю, что тем гражданам Украины, которые подвергаются обстрелу и хоронят своих близких, в общем-то, до этого дела нет. Это война. Я тут, знаете, как хотел сказать, во-первых, это действительно несколько выпадает из определенной повестки дня, которую мы обсуждаем, да, то есть, для нас, конечно, там, россияне, из-за российской пропаганды, из-за российской власти, это там, людоеды, каннибалы, которые в том числе едят не просто там себе подобных, а прям своих. Да, с другой стороны, мы с вами в свое время обсуждали, например, первые обстрелы Шибеки на Белгородской области, когда люди, выезжая, они бросали все из своих домашних животных, в то время, как украинцы, например, при эвакуации из Ирпеня, они могли не брать вещи, но забирали животных. Многие рисковали своими жизнями, спасая животных после трагедии, когда россияне подорвали Каховскую ГЭС, то есть, нам в том числе есть что сравнить. Но самое удивительное, это, наверное, не знаю, врачи, психологи, социологи, возможно, ваши коллеги могли бы объяснить, это действительно уникальная история с тем, чтобы жалеть животных и не жалеть людей, не жалеть своих. Мы сейчас вам покажем видео, не то, что это не означает, что все россияне такие, это просто логика одного из молодых людей, опрошенного на улице, который тоже определенные меры, наверное, передает настроение, тенденцию этого времени, ну и то, что он считывает от власти и от пропагандистов, как он говорит о своей мотивации, почему нужно ехать на украинский фронт. Это суперкороткое видео, буквально там до 30 секунд, мы посмотрим. Думаю все, подписать контракт, вот там новогодние праздники отмечу. Во-первых, это очень здорово служить по контракту, ну и во-вторых, вы можете спокойно убивать людей, при том, при этом, то, что вы воюете за свою Россию, как бы, вам никто это ничего не сделает, не посадят вас. Ну и большой плюс, то, что можно на СОО ловить, допустим, вот, как их там называют, нацисты, и также можно над ними издеваться, ставить на колени, отрезать г***ю. Это очень хорошо, это даже придает как-то усилие, как-то, не знаю, гордость тебе, что ли. А тебе еще плюс за это платить деньги 204 тысячи. Вы были бы готовы отправиться? Ну, ради такого, да, ради такого получать еще деньги, убивая людей, как бы, вроде это неплохо, как бы, с одной стороны, добро должно всегда побеждать зло, значит, отрезать голову он сказал, я знаю, что там есть нюансы со звуком, просто тут какая история, значит, когда Твикса мы спасаем, как вы сказали, 5000 людей, но при этом, значит, борьба с добром, это отрезать людям, нацикам, да, украинским головы. Притом, например, за эти слова ему в России не будет ничего, ноль, да, никто с него ничего не спросит. А если бы он сказал, что какой кошмар, какой ужас, что в Украине происходит, гибнут люди, какой кошмар наделала наша страна, то вот тогда бы он отправился, конечно, там с определенным сроком. В общем, тем не менее, Игорь, о чем свидетельствует вот этот молодой человек, я уже не знаю, вряд ли он принимал или ему подобные спасения, «Котатвиксы», но вот он горячо отгуляем новогодние праздники и поедем за бабло нарезать людей. Ну, люди разные, люди разные, в том числе и в России люди разные. Понимаете, это все, я видел это, я видел это видео, естественно, оно, так сказать, очень большую, большую популярность сейчас имеет. Вот, в такой, вот с такой интонацией все-таки, ну, это уникальное явление, это уникальное явление. Значит, есть разная степень расчеловечивания, да, есть, ну, вот мы видели то, что творят вагнеровцы, мы видели, что творят кадыровцы, вот, это, это действительно, этот парень, он же еще не, он еще не был на фронте, он еще не был на фронте, он только собирается, он только предвкушает, вот, еще неизвестно, неизвестно, что с ним будет, так сказать, успеет ли он насладиться, когда окажется на фронте, успеет ли он насладиться прелестями, которые он предвкушает, вот, будем надеяться, что нет, будем надеяться, что он, так сказать, окажется глубоко в украинском черноземе, до того, как успеет реализовать свои, свои грезы, вот, значит, да, безусловно, разный, разный, разный уровень расчеловечивания, но, тем не менее, все-таки мы видим, что, понимаете, если брать в целом, то значительное количество людей поддерживает войну, значительное количество людей поддерживает, где-то примерно 20 процентов, это твердая поддержка войны, и это по целому ряду индикаторов, вот, я привожу примеры разных, так сказать, разных индикаторов, которые позволяют действительно сделать оценки, вот, я говорил о том, что, очень высокая популярность истории с котом Твиксом, оно показывает, просто, вот, если сравнить количество комментариев к разным новостям, то, вот, кот Твикс всегда вызывал, вот, во всем, во всех ресурсах, это взрыв в комментариях, и здесь тоже можно по разным индикаторам судить уровень поддержки войны, вот, примерно 20 процентов твердая поддержка войны, это вот, ну, не обязательно такие людоеды, как вот этот вот парень, вот, но в целом, да, вот, так сказать, нацисты, да, их надо уничтожать, и так далее, 20 процентов, очень много, это очень большое, большое, это зрители Соловьева, так сказать, поклонники Скобеевой, и, и прочих нелюдей, вот, примерно 20 процентов это люди, которые осуждают, которые вообще против Путина, но они молчат, они молчат, потому что в тюрьму не хочется, какая-то часть из них пополняет эмиграцию, а 60 процентов это те, кому в принципе все равно, просто все равно, которые заняты выживанием, вот, это как раз вот те, кто может быть в обиходе, более-менее нормальные люди, но в целом, вот, в отношении политики они молчат, значит, какая будет динамика, а вот это вот, это вот очень подвижно, на самом деле, здесь вот это вот большинство молчащее, оно все определяет, я думаю, что, я думаю, что стронется в том случае, если, ключи, сейчас самое главное происходит, конечно, на фронте, все остальное вторично, все остальное вторично, главное на фронте и главное на фронте сейчас, вот, южное направление это Крым, и я думаю, что, как только, как только Крым будет дооккупирован, то изменится все, с Крыма все началось, с Крымом все закончится, я уверен, что все произойдет до того, как и не надо ждать полной дооккупации оккупированных территорий Украины, не надо ждать, все будет раньше закончено, весь вопрос в том, насколько удастся дооккупировать Крым, мне кажется, это ключевая, ключевая точка, это Кащеева смерть путинского режима именно в Крыму. Мы видели с вами, что это видео, оно дублируется, иностранными языками, и ясно, что все должны видеть, да, и знать, а что такое Россия. Если бы сейчас в следующей теме заголовок давали российские пропагандисты, не дай Боже, Мария Захарова, они бы, конечно, сказали, что это новый виток русофобии, хотя, кто захочет жить вот с этим Никитой 22 года, да, правда, кто захочет выпускать в Европу. Тут дело в чем, значит, разные европейские чиновники, сейчас я буду делать отсылку на главу военного комитета НАТО, Роба Бауэра, который предупреждает о том, что гражданское общество Запада, фактически Европейский Союз, страны, входящие в блок НАТО, они должны готовиться к тотальной войне с Россией. Там все между собой разнятся в заявлениях, представители балтийских стран говорят 2-3 года, кто-то говорит 5, Бауэр говорит, ну, вообще там в течение 20 лет, но и на фоне всех этих заявлений страны Балтии, они согласовали между собой, что будут строить такие оборонные сооружения на границе с Россией и Беларусью. Они, кстати, будут строиться не быстро, там в 25-м они стартуют, там будут военные по границе и так далее. Тем не менее, страны Балтии, Латвия, Литва, Эстония, они чаще всего делают очень резкие заявления, говорят, мы кожей чувствуем вот эту опасность. Я иронично говорю, что это новая эра русофобии, но на самом деле это история новая эра самозащиты. И тут еще важно разобраться, а куда движется Игорь Европейский Союз, потому что в частности страны, которые будут возводить эти сооружения на границе вам близки, вы плюс-минус понимаете, наверное, тоже следите за их новостями, за их заявлениями. Насколько они серьезно воспринимают эту угрозу, ну или, как знаете, часто говорят у нас в Украине, просто осваивают бюджеты? Да нет, ну какие там бюджеты? Значит, это страны, которые прекрасно понимают, ну тем более, что, ну прямо скажем, вот даже это, там сколько, 600 бункеров, которые должны быть построены за пару лет, ну они, конечно, ничего не способны. Это совершенно очевидно. Ну что такое 600 бункеров, при том, что численность вооруженных сил во всех трех странах Балтии меньше 40 тысяч. А, значит, сейчас только под Авдеевкой группировка свыше, российская группировка оккупационная свыше 40 тысяч, только под Авдеевкой. Вот, и поэтому понятно, что если, ну тут, ну на самом деле, тут давайте акценты правильно расставим. на сегодняшний момент, конечно, эти, эти бункеры не спасут страны Балтии, если, если российская, российская оккупационная армия двинется в эту сторону. Потому что, понимаете, вот, в 2022 году была такая эйфория, когда Украина начала дооккупировать целые, целые, так сказать, области, целые регионы. И был такой очень распространенный, так сказать, распространенный нарратив, что, ну, господи, это вот российская армия, там сплошные какие-то сифилитики, какие-то, так сказать, ободранные, там и так далее. Что-что? Чмобики. Чмобики, да, чмобики, тонкашеи, значит, какие-то хилые, чахлые, рахитичные и так далее. Да, ну, сейчас, я думаю, уже все понимают, что это не так. Все понимают, что российская армия представляет собой при всем там, том, что там в ней есть, гадкого и безобразного, она представляет собой грозную силу, которую многочисленную, злобную, умеющую воевать. Умеющую воевать. И сейчас вот то, что идет там, я не хочу преувеличивать там, то, что там западная пресса пишет, что вот сейчас готовится большое наступление. Нет, большого наступления скорее всего не будет, но какие-то населенные пункты захватываются и под Авдеевкой очень-очень тяжелые бои идут и большие потери украинской армии в том числе. вот, поэтому к чему я сейчас это все говорю? Конечно, если российская оккупационная армия двинется на страны Балтии, то, скажем так, оккупация всех стран займет очень короткое время. Страны Балтии не смогут сопротивляться, не смогут удержать этот натиск. Вот, это совершенно очевидно, это, по-моему, все понимают. вот, это я к чему веду? К тому, что, на самом деле, сегодня инстинкт самосохранения стран Запада и Европы, прежде всего, должен вести к одному. Там можно, конечно, создавать вот эту сеть бункеров, как правительство стран Балтии говорит, чтобы увеличить цену для России. То есть, задачи не... Ну, понятно, что остановить вот этот вот удар российской армии такими бункерами невозможно. Просто невозможно. А вот увеличить цену, чтобы, так сказать, Россия заплатила более высокую цену, да, это реально. Но это не спасет от оккупации. И более того, на сегодняшний момент решение стран НАТО о дислокации НАТОвской группировки в 300 тысяч человек очень далеко от реализации. Нету этих 300 тысяч пока. Там десятки тысяч, если наберется, это хорошо. Поэтому это все очень тревожно. И к чему я это все говорю? К тому, что главная надежда стран НАТО и прежде всего стран Балтии, Польши, это, конечно, вооруженные силы Украины. Они сейчас, вооруженные силы Украины, сейчас гарантированно защищают страны Балтии, Польши, Германии и другие страны, которые могут подвернуться удару российских войск. Потому что на сегодняшний момент, когда вся российская оккупационная группировка напряженно бьется за Авдеевку, на других участках фронта, понятно, что никаких шансов, вернее, никакой реальной угрозы по отношению к странам Балтии нет. Поэтому пока будет идти вот эта война России в Украине, вероятность того, что Путин второй фронт откроет для себя, но она крайне невелика. Поэтому я честно говоря, думаю, что создание собственной армии, как говорит итальянский министр иностранных дел, тоже может хорошее дело для Евросоюза. Но сейчас более актуальная и более действенная вещь это помогать Украине. Потому что есть конкретные там же еще проблема в том, что как показывают как раз социологические исследования, не очень хотят воевать, не очень хотят умирать европейцы. Что в общем понятно по-человечески, но это проблема. То есть там только 15% в целом из запрошенных нам мужчин такого возраста готовы в случае нападения на свою страну готовы идти ее защищать. Так что это проблема. И поэтому сейчас я думаю что это хорошее настроение что война неизбежна это хороший мотив для того чтобы сейчас помогать украинской армии. И мне кажется вот эту вот связку ребят есть люди которые вас готовы защитить ну так помогите просто вот какое количество F16 находится в Европе чего они там стоят в этих на этих военных аэродромах чего не передать Украине Таурусы значит Бундестаг очередной раз так сказать заблокировал передачу Таурусов Украине что такое ну действительно хотят дождаться чтобы Путин там напал на сначала иностранной Балтии потом постоянная болтовня о том что можем повторить она же не только болтовня действительно настрой это это действительно настрой вот поэтому я думаю что вот как можно больше надо связывать вот эту угрозу и необходимость помогать Украине это самое действие это более действие чем создание вот этой сети бункеров помогите Украине и так сказать не понадобится вам может быть эти бункеры вот мне кажется это самое главное потому что все равно в конечном итоге Украина на протяжении вот этих 10 лет войны 10 лет войны это создала армию которая умеет воевать в условиях вот той войны которая сейчас идет которой аналогов не было и нет в мире армии которая умеет воевать именно вот в такой войне который умеет сдерживать российскую агрессию подчеркиваю российскую агрессию которая вот за тоже за эти годы за эти два года российские оккупанты научились воевать научились воевать не только же это же тангов которые танцуют вдвоем поэтому здесь и самое главное это то что так сказать и вооружение и боеприпасы все это есть в российской армии сказки о том что все уже закончилось и уже сейчас нечем будет стрелять путину это все полная ерунда свое производство есть и Северная Корея регулярно снабжает Иран подкидывает так что надеяться на то что война остановится потому что Путину нечем будет стрелять тоже не приходится это как раз наши военные Игорь вот подтверждение ваших слов они говорят слушайте но если вы все время рассказываете о том какие там бомжи алкоголики неудачники в российской армии вы же просто нас унижаете тогда возникает вопрос мы их не можем тогда разбить и разнести и выкинуть за пределы нашего государства учатся понимают что для них это тоже вопрос выживание и учится очень быстро но при этом ведь не сама Россия воюет ясно что у нее там есть разные приспешники где-то шестерки где-то просто партнеры и в этом смысле невозможно в контексте опасности которую еще конечно больше ощущают страны Балтии не вспомнить про Беларусь значит мне кажется что это история о том что если подвесили когда-то ружье то обязательно оно должно выстрелить и это не в контексте того что будет использовано ядерное оружие а вот что сейчас оно стреляет выходит Лукашенко и говорит что мы меняем военную доктрину страны там написано что Минск готов оказывается защищать не только себя но еще и Российскую Федерацию это история о том что конечно как сказал сам Лукашенко самопроизглашенный президент но сейчас-то все же уже как бы поняли что мы серьезные теперь уже точно НАТО не нападет тем не менее вот то что мы услышали и Хренина министр обороны Беларуси сейчас Лукашенко что это за история с тем что они господи немыслимо ядерная держава теперь у нас дополнительная 40 километров кажется отделяет место где размещены Искандеры от границы со странами Балтии то есть ну выглядит не то чтобы что-то опасно но тем не менее Лукашенко Путин руками Лукашенко пытается повысить градус а что же будет дальше Вы знаете ну здесь во первых безусловно ядерный шантаж это одно из двух одно из двух орудий которыми Путин пользуется постоянно второе это удары по мирным украинским городам по мирным кварталам по мирным жителям и по коммуникациям гражданским вот два так сказать аргумента ответа на ну в частности ну кстати говоря мы с вами не говорили об этом но очень важная история прошла это за 1230 километров украинский украинский дрон значит уничтожил объект Новотек это серьезное серьезное так сказать серьезное предприятие терминал нефтяной то есть это серьезные удар и это кстати говоря тоже тоже важный фактор который надо учитывать что теперь Украина сама производит оружие которое бьет вот на такое расстояние по сути дела это это достаточно серьезное обстоятельство которое меняет дело значит что касается Лукашенко с его ядерным оружием якобы никакого ядерного оружия у него конечно нет это все знают никакой ядерной державой Лукашенко не является Лукашенко Беларусь не является это понты это так сказать ну вот знаете как шпингалет выходит и говорит ну вот мы с братом сейчас вам наваляем вот примерно так хотят так сказать физические кондиции здесь обратные но тем не менее понятно что речь идет о странах вот поэтому ядерный шантаж да это будет будет на протяжении этого собственно говоря главное а что касается Лукашенко он же понимает что он узурпатый он понимает что он нелегитимен он понимает что запад в принципе считает ну может быть официально не говорит что Тихановская президент но в принципе в отличие от российской оппозиции у белорусской есть естественный лидер и это это превращает так сказать опасность для Лукашенко белорусской оппозиции значительно большую угрозу его его существование чем там существование российской оппозиции угроза для Путина поэтому так сказать он пытается хорокориться и говорит не подходи а то зарежет вот размахивая так сказать ядерной бомбой который ему не принадлежит и до которой его никто конечно естественно не допустит но это вот такая вот пугалка потому что он понимает что в принципе он занимает чужое место и как бы запад если если что в принципе запад может и помочь Тихановской занять законное место во главе во главе республики вот Лукашенко пытается превентивно пугать говорить что если что так вот у нас тут есть ядерная бомба хотя он к ней конечно никакого отношения не имеет мы говорили ну по крайней мере я так иронизировала на тему того что все что сейчас касается системы безопасности конечно в России это воспринимается как русофобия ну как-то там это россиян пытается ограниться мы же добрый мы же за мир вон что Медведев сказал что украинцы это россияне Лавров Ваон сказал что вообще будем дружить с семьями ну любовь дружба и так далее и параллельно с этим мне очень нравится анализировать как внутреннюю русофобию в России не замечают она воспринимается как борьба с несогласными с оппонентами это конечно еще одно еще одно еще одно заявление нашего с вами такого любимчика Гурулева который снова говорит про ГУЛАГ говорит черт возьми ну вот так жалко мораторий на смертную казнь к стеночке не поставишь а вот выслать куда-нибудь собрать их всех и до свидания это все значит работает параллельно с этим вносится в государственную думу законопроект который разрешил Кайлом помахать на Колымском тракте это любимые так сказать вот у него любимые вот эти вот высказывания так сказать такие вот сочные конечно а он 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 и похож отборного деревенского мужика ну и параллельно с его заявлением есть еще предложение уже внесен законопроект в государственную думу про конфискацию имущества тех кто нарушает закон о фейках о российской армии тех кто там дезертир и еще кто-то значит ну вот мне кажется что как-то важно подсветить не только то что Гурулев как вы говорите не в окопе броника на него наверное не найдется а еще и внутреннюю русофобию ну Гурулеву много принадлежит бессмертных фраз кип того что 20 миллионов человек он собирается уничтожить просто так что тут много чего значит что что касается борьбы с там инакомыслящими с инако инакопляшущими с инако смотря инакопающими вот инако одевающимися то это свидетельствует о том что Путина не устраивает нынешняя Россия и он об этом и его движение по он пытается знаете как вот мы выходили в так сказать в нулевые годы российская оппозиция антипутинская выходила с идеей что нам нужна другая Россия вот так вот этот лозунг перехватил сейчас Путин ему нужна явно другая Россия его не устраивает Россия которая ну вот как я говорил так сказать 60% им все по барабану они хотят жить своей личной жизнью в то время как им наплевать то что Путин войну ведет им совершенно наплевать на украинцев которые погибают вот на все наплевать они личной жизнью хотят заниматься там зарабатывать пить горькую если получается или не пить совсем а там радоваться маленьким радостям жизни вот Путин не устраивает такая Россия Путин не устраивает Россия которая до сих пор несмотря там на разговор на голые вечеринки устраивает атмосферные концерты на теплых крышах Москвы которые регулярно каждый день пропагандируют Ксении Собчак его не устраивает такая Россия поэтому он разогнал эту голую вечеринку поэтому он так сказать сейчас вот в настоящий момент устраивает вот эти вот все завинчивания гаек поэтому Лавров совершенно программное заявление Лаврова было когда он сказал что СВО то есть война оказывает чрезвычайно благотворное воздействие на российское общество понимаете Алена вы не знали война-то оказывает благотворное воздействие на российское общество а почему а потому что происходит очищение кстати говоря термин очищение очень любил Гитлер я только хотел сказать это же чистый просто нацизм это чистый нацизм очищение происходит то что очищение от людей которые там не воспринимают как говорил лавров нашу культуру нашу историю а кто это не воспринимает нашу культуру историю а вот за годы войны уехала порядка 200 двух с половиной тысяч ученых вот ученых просто кандидатов докторов наук научных сотрудников из ведущих вузах страны две с половиной тысяч вот знаменитая фраза блеса паскаля о том что если из франции уедут 300 ученых то франция превратится в страну идиотов но вот из россии уехала две с половиной тысячи ученых за за годы войны плюс еще немеряное количество программистов плюс еще немеряное количество специалистов разных таких специальностей плюс еще значит огромное количество предпринимателей в результате вот очищение а потом еще лавров сказал в своей вот этом по коротенькой программной реплики он сказал что но а все остальные россияне находится в состоянии небывалого сплочения небывалого сплочения как считает лавров но мы так сказать насчет сплочения понятно но вопрос кто остался остались вот такие вот вы показывали этого парня это конечно не массовое явление это что называется такой инфашив но в общем то вот такие вот остались и вот они с они как бы ну насчет сплачивания не знаю но по крайней мере а вот они остаются то есть происходит очень серьезный я бы сказал такой антропологический сдвиг в результате этого и это 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 очень сильно сказывается то есть я вот разговариваю с людьми которые живут в россии регулярно и на самом деле говорят заметные изменения то есть какое-то какое-то изменение атмосферы в связи с тем что очень много людей вот именно таких с с хорошей русской речью с образованием с каким-то теплым взглядом на мир уехали остались ну в том числе и что-то похожее вот на этого паренька который мечтает попасть на фронт потому что не наказывают за то чтобы издеваться убивать людей издеваться над ними вот в эту сторону идет дрейф и путин нужна вот такая россия путина не устраивает а россии которую в которой который он сейчас командует и у него задача задача действительно другой россии россии которая будет готова воевать вечно ну я тогда скажу о ваш о своей маленькой надежде и мечте значит что вот когда мы говорим про гулак устами гурулева что это движение против несогласных оно должно так или иначе задеть жен мобилизованных чтобы она значит взорвалась вы можете там называть меня там сильная оптимистка я знаю что сейчас никто не делает ставку вообще на это движение они не выступают против войны они выступают за то чтобы их мужья вернулись домой но что важно все-таки где-то год назад мы не видели с вами историю о том чтобы верните наших из окопов они свое отвоевали у нас есть несколько историй первое это значит жены которые пришли в предвыборный штаб им там сказали что на если они вернутся домой то это уронит их мужское достоинство это высшие вообще похвалы объяснения как можно сказать что они не вернутся да другая история то с тем что значит ну а кто же будет там всех защищать и так далее жены которые которым уже приходят с определенными там вопросами был какая-то там хода к вечному огню и тому подобное то есть их движение становится чуть более заметным их движение становится чуть более раздражительным для властей и так или иначе вот эта жена где-нибудь отмудоханная каким-то придурком со словами не смей выходить на эти акции протеста должна позвонить своему мужу искать там лешенька ванечка кольчика ты там пока непонятно где в той авдеевке находишься меня тут значит там в москве или в другом российском регионе за волосы тягает ну и конечно этот лёша коля вася петя должен по идее бросить этот окоп и вернуться к себе домой в идеале чтоб туда вернулось как можно больше людей видим ли мы с вами маленький маленький очажок который может во что-то более серьезное перерасти пока нет пока нет пока это так нет 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 пока нет который ворует рождество а что что простите я говорю чтобы как гринч который ворует рождество ну хорошо значит можно меня как угодно называть и но я все равно скажу то что есть а не то что хочется значит есть люди специально обученные которые всегда теплым таким шепотом значит влажным театральным рассказывают людям то что им хочется услышать это не ко мне это вот можете пригласить придет и расскажет и нашепчет а вам на ушко и будет вам хорошо а со мной со мной будет по-другому значит смотрите это произойдет но но не сейчас не завтра и скорее всего не послезавтра на сегодняшний момент во-первых все таки за волосы не тягают и не бьют значит один раз там задержали за одиночный пикет но пока вели там подошел уже офицеры сказал эту не трогать то есть они понимают вот тот сценарий о котором вы говорите ну это же это же история такая так сказать вы-то это видите но и в администрации президента не сплошь дураки они же тоже это видят они тоже этот сценарий просматривают это первое поэтому их пока не бьют на начнут бить не знаю не уверен но и сами эти жены мобилизованных они в общем-то осторожничают и просто они же понимают что в принципе есть грань который нельзя нельзя переходить они стараются все таки так сказать не не переходить на вот анти путинские рельсы и они действительно стараются хотя они конечно уже против войны это очевидно значит политизация любого такого движения она происходит очень быстро это раньше они политикой не интересовались а сейчас когда политика заинтересовалась ими уже уже наверняка это я уверен уже наверняка там какой-то сдвиг в мозгах произошел вот но пока вот такого сценария не просматривается еще одна одно обстоятельство значит в на самих воинских частях фсб это работает и к самим мобилизованным тоже приходят фсбшники и тоже им начинают объяснять это известно этот процесс уже начался и тоже им начинают объяснять что слушай ну там твоя то бузит ты эту как-то объяснишь им не надо бузить потому что нам все есть всем плохо хуже будет значит поэтому идет двусторонний процесс то есть это согласитесь это в ми это это несколько меняет сценарий который вы нарисовали с одной стороны не бьют за волосы не таскают по крайней мере таких фактов не мы мне не известно если бы такое было так это бы разлетелось вирусно не хуже не хуже этого подонка который мечтает на колени ставить это было бы известно поэтому этого нет значит и второе это то что все таки проводится профилактическая работа с мужьями все таки вот это движение жен мобилизованных оно не не очень массовое смотрите порядка 600 тысяч человек это оккупационная армия плюс росгвардия на фронте ну правда росгвардия там не совсем на фронте но тоже можно считать ну как минимум полмиллиона точно есть сколько тех же он то есть по идее это должны быть сотни тысяч правильно если бы это было широко а там на несколько несколько ноликов надо убрать вот поэтому пока нельзя говорить о том что это какое-то очень массовое движение и поэтому я думаю что сейчас поскольку не очень многочисленное количество этих жен мобилизованных то каждому мобилизованному у которого жена входит вот в эту все таки неприятную для кремля группировку я думаю что к каждому приходит ФСБшник и начинает с ним тепло беседовать о том что вот Иван Иванович может не надо тебе объясни свои чтобы она не бузила потому что вот у нас тут у всех будут неприятности так что профилактика вот такого рода идет но у меня нет ни малейшего сомнения в том что в какой-то момент это это движение может действительно может сработать но пока это до этого очень далеко пока я бы не стал на это рассчитывать как на какой-то серьезный фактор еще и потому что понимаете вот были солдатские матери в 90-х годах во время чеченских войн и они работали достаточно эффективно они вытаскивали своих так сказать из чечни они там много чего могли сделать но тогда они существовали в таком общем потоке такого вот демократического правозащитного движения оно было и были и партии так сказать либеральные достаточно так сказать которые поддерживали все это была такая питательная среда а сейчас же пустыня сейчас вообще ничего нет все зачищено и эти жены мобилизованных они просто как какие-то так сказать одинокие одинокие живые существа в пустыне существуют поэтому которые с каким-то протестом идут поэтому я думаю что эффективность этого всего движения крайне крайне невелика мне знаете только остается Игорь добавить что когда вы говорите что от вас не услышим приятной неправды мы за это собственно и ценим наши разговоры с вами и переадресовываете в другую сторону к автору фразы о том что Путин очень рациональный политик один из самых прозападных и далее по тексту тут мы понимаем что все темы которые мы с вами обсуждаем в частности войну последствия они как раз мягко говоря перечит всему этому а нам не интересны кремлевские нарративы нам не интересны темы российской пропаганды мы хотим наоборот знать правду но уже мне остается сказать наши эксперты ведь они тоже с вами согласны кто изучает сейчас внутреннюю политику России они тоже мне точно так же в эфирах говорят не жди не думая что это черный лебедь это такое что-то ну может да может нет но ставку на это не делают поэтому за вашу честность и откровенность наоборот мы вас и ценим спасибо вам за это ну здесь спасибо вам что думаете вместе с нами это очень важно вот ну понимаете как мамы разные нужны мамы разные важны утешители сказочники наверное тоже нужны но это кто на что учился у нас тоже есть сказочники которые рассказывают что путин уже давно в холодильнике вот другие рассказывают что там значит это давно уже все эти самые дублеры вот ну да сказки нужны конечно ну это опять таки жить в сплошной сказке опасно потому что иногда пробуждение вот в сладких грезах находиться это здорово приятно но иногда пробуждение бывает очень плохим ну собственно говоря и украина и все кто ее любит и кто ее поддерживает это испытали когда вот все эти сказки длились на протяжении так сказать всего там 2022 и значительной части 2023 года а по утру они проснулись и в общем выяснилось что как то вот как то вот все рассказы о том что я помню хорошо очень многие эксперты в том числе значит говорили о том что до война вот сейчас вот закончится в 2022 году точно должно закончиться ну не может не за все уже уже побеждаем не получилось поэтому сказкам сказкам нужно все таки отводить какое-то какое-то время вот вот все-таки трезвый анализ он иногда полезен да я сейчас себя словила на мысли о том как далеко остался 22 год потому что мы с вами уже в двадцать четвертом и это действительно один из контраргументов почему теплая ванна губит а вот контрастный холодный душ который не убивает надежду а наоборот говорит о том что нам нужно укрепляться и прикладывать максимум усилий он помогает игорь спасибо вам большое за сегодняшний разговор как всегда мы наших зрителей призываем подписываться на youtube канал игоря яковенко ссылку на который вы всегда можете найти в описании к нашему сегодняшнему эфиру и обязательно перейти подписаться игорь спасибо вам большое за этот час и до встречи на следующий день всего доброго до свидания друзья игорь яковенко главный участник нашей рубрики яковенко news еще раз и еще раз мы призываем вас конечно же как подписаться на youtube канал игоря так и не забывайте забыть оставить нам лайк в поддержку нашего эфира чтобы мы могли его распространить и обязательно подписывайтесь на канал курбанова лайф я уже не знаю верите ли вы что собаки понимают язык вообще я надеюсь что у меня собака украиноговорящий то у нас вы знаете есть русскоговорящие эфиры но в общем на ключевых словах он просыпается такой эфир эфир заканчивается значит мое время друзья еще раз мы напоминаем что в телеграмме курбанова сейчас один из верхних постов это как раз сбор для военных которых мы поддерживаем мы очень надеемся что вы тоже к ним присоединитесь предпоследний пост это вот как раз с фотографии с абсолютно всем видите как это сбор который очень очень нужно закрыть поэтому обязательно переходите тут у нас есть и банка тут есть и счет и что очень удобно для всех тех кто нас смотрит за границей вы часто как раз спрашиваете для наших военных PayPal очень удобно пересылать деньги поддержите наших военных это очень правда важно в секции видео пока вы будете донатить вы можете найти наш сегодняшний свежий обзор российской антипропаганды их кринжатины что они наговорили что они наделали в общем ну из-за чего они сокрушаются и как у них обстоят дела все это как всегда в сегодняшнем нашем обзоре не обойдите его стороной посмотрите как всегда будете засыпать с прекрасным в прекрасном настроении я вам напомню еще о некоторых способах которыми вы можете поддержать развитие youtube канал Курбанова лайф QR код который вы увидите это переход на один из наших счетов супер чат и супер наклейка это для всех тех кто нас смотрит из-за границы потому что напоминаю эта функция к сожалению ограничена для территории Украины в описании к нашему эфиру ниже окна трансляции вы можете найти PayPal и Patreon ну а на главной странице находится ссылка спонсировать точнее кнопка спонсировать это уже внутренний функционал самого YouTube но самое главное друзья как всегда это то что вы были вместе с нами спасибо большое что к нам приходите смотрите и слушайте за вашу поддержку как и всегда завтра будет насыщенный вечер в девять мы встречаемся с Михаилом Шейтельманом а восемь мы ожидаем я очень надеюсь что ничего не изменится журналиста расследователя Николова как всегда будет очень много важного и интересного мы поговорим что у нас там с нашими скандальными историями приходите обязательно и вы берегите себя берегите Украину до встречи и вы что у нас там вы 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 вы